Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Мы никогда не были страной, где жили одни лишь христиане, и никто не ожидал такого. Наши основатели приложили все силы для того, чтобы наше государство не создавало одну церковь. Это хорошо. Они не требовали, чтобы мы были баптистами или пресвятырианцами. Они предложили нам свободу поклонения. Отделение государства и церкви — это не часть наших базовых документов. Да, об этом говорится в нашем законе, но это не прописано в основополагающих документах. Я считаю, что плохо, когда государство создает одну церковь. Но нет никаких сомнений в том, что наши основатели и наша нация были нацией, которая базировалась на христианской вере. Писание высечено на самых известных зданиях Вашингтона. Это наше наследие. А свободы, которыми мы наслаждаемся, появились благодаря тому, что эта вера формировала характер людей, ведущих эту страну. И в той мере, в которой мы будем позволять Слову Божьему формировать наш характер, в той же мере мы будем наслаждаться свободами. Если мы отвергнем это и отвергнем церковь и ее влияние, то потеряем эти свободы. Государство без церкви — это сила, которая угнетает человеческие жизни. История много раз подтверждала это заявление. «Никогда не извиняйтесь за церковь». Церковь — это сила свободы и толерантности, инклюзивности и возможностей. Она увеличивает качество нашей жизни. Для меня привилегия и честь быть частью церкви. Мы последователи Иисуса. Следуя за Ним, мы обретаем смысл и ценность в этой жизни. Иисус сменяет все. Без Иисуса мы бы просто были людьми с хорошими намерениями. Аминь. Хоть это и неплохо само по себе, влияние таких вещей не такое значимое. Вы знаете, Петра, Иакова, Иоанна, Марию — вы все слышали об этих людях. Их жизни кардинально изменились потому, что они следовали за Иисусом. Их жизни не изменились потому, что они решили стать хорошими, добрыми людьми, и красть меньше сверстников. Их жизни изменились потому, что они следовали за Иисусом. Это же происходит и сегодня. Мы не просто хорошие люди, которые делают хорошие дела. Мы последователи Христа. Он изменит нашу жизнь. Если вы считаете, что будучи последователем Иисуса, ваша жизнь становится хуже, и вы будете получать меньше, это ложь. Иисус — это сила свободы. Он изменит вашу жизнь. Я верю, что церковь может изменить жизнь общины. В книге Иеремии, 29 главе, 7 стихе, мы видим историю об этом. «Иеремия был пророком в Иерусалиме». У него было трудное задание. Когда я читаю Иеремию, то сострадаю ему. Иеремия был пророком в Иерусалиме, который должен был передать послание о том, что Бог будет судить этот народ. Он говорит, «Ваши сердца так жестоки, а ваше нечестие так возросло, что суд грядет, и вы ничего не сделаете с этим». Будьте готовы. Они ненавидели Иеремию. Они били его, отвергали его послание. Он не был в списке бестселлеров. Его бросили в яму, он пострадал, но Бог поднял его. Слова Иеремии сбылись, и Бог сказал ему, «Тебе придется уйти в ссылку, и когда ты попадешь в то место, молись за город, в котором находишься». Я решил, что вы должны понимать контекст. Итак, он сказал в 29 главе, «Заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир». Он знал, что они идут в языческий город. Они жили в Иерусалиме, где был храм, жертвы, аромат от них. Они вышли из Иерусалима и пошли в языческий, безбожный, аморальный город. И он говорит им, молитесь за город, не осуждайте его. Так как вы там, то благословения Божии придут к нему. Я верю, что церковь в обществе привлекает внимание Бога и уникальные благословения Божии. У нас есть своя роль. Мы не бремя для общины, а благословения, правда? Я ожидал бы скептической реакции в мирской среде, но в церкви мы должны реагировать иначе. Бог желает благословить свой народ. И там, где мы, его благословения зливаются на других. В Иисайе 62 главе мы видим стих, который говорит о призвании собрания. Там сказано «Проходите, проходите в воротах, приготовляйте путь народу, равняйте, равняйте дорогу, убирайте камни, поднимите знамя для народов». Все просто и ясно. Проходите ворота, приводите людей. Ворота — это вход в город. Мы видим приглашение. Мы приглашаем людей приходить. Мы понимаем, что наша задача — помочь людям попасть в Царство Божие. Мы приглашаем людей, чьи жизни не кажутся благочестивыми, которые не знают, как написать Бог или как вести себя благочестиво. Это означает, что они придут с историями и одеждой, которые не соответствуют портфолио ученика Иисуса Христа. Ведь так? Мы принимаем таких людей, но не для того, чтобы попускать грех или пропускать его мимо. Мы хотим помочь людям познать Господа. Приготовьте путь народу. Это интересная задача. Кто должен приготовить путь людям, которые идут через ворота, его готовят те люди, что уже вошли. Я понимаю ценность этого, потому что много лет нахожусь в этом собрании. Я был здесь до того, как у нас появились чудесные здания, парковки. Я помню, как у нас был шатер и гравийная дорога. В июле посещение церкви было жертвой. Здесь не было ничего комфортного или благословенного. Все были здесь лишь потому, что очень любили Бога. Я видел, как люди в различных поколениях шли на жертвы, чтобы другие могли присоединиться к ним. Они давали свое время и силы. Они служили и давали. Они делали многое и всегда делали это для того, чтобы другие познали Иисуса, так же, как они познали Его сами. Это не означает, что их жизни были идеальными или легкими, но они верили в то, что в их опыте было достаточно ценности, что они работали для того, чтобы другие были с ними. наше будущее зависит от этого отношения в наших сердцах. А верим ли мы, что есть ценность в том, что мы пережили с Господом, чтобы самим помочь другим присоединиться к нам? И готовы ли мы на дискомфорт ради того, чтобы другие услышали истину? Я считаю, что мы говорили «да» на это. Исайя говорит, «равняйте дорогу». Дорога — это более легкий путь. Вы можете путешествовать по дороге или по козьей тропе. Это два рабочих способа для путешествия. Но если вам нужно пройти большое расстояние, особенно с имуществом, то дорога будет лучше козьей тропе. И наша задача, как собрание, сделать путь как можно более легким для путешествия. Иногда, когда слушаешь христиан, то кажется, мы особая группа. Мы пострадали, чтобы попасть, а потом причинить страдания всем новичкам. Мы пострадали, и они тоже должны пострадать. Но это не то, что говорит Писание. Убирайте камни. Мы должны убирать препятствия. Знаете, я видел, что препятствия для встречи с Богом на этом месте начинаются с меня. Я считаю, что одно из величайших препятствий для того, чтобы наше собрание было более эффективным, это мое желание и способность меняться. И ваше тоже. Но все начинается именно с меня. Вопрос не в язычниках, не в культуре, и не в технологиях. Все начинается с нашего желания. Господи, пусть во мне не будет препятствий, мыслей, идей, привычек, которые унижают то, что делаешь ты. Боже, я готов меняться. Бог так сильно возлюбил мир, что послал Сына Своего умереть на кресте. Мы с вами должны сказать, Боже, я буду другим. Это северная часть Галилейского моря. Это лучшая часть озера для рыбалки. В северной части даже сегодня бьют теплые источники, что способствует рыбалке. Города из Евангелия, Капернаум, Вифсаида, Каразим — это маленькие рыбацкие города в северной части. Здесь процветала рыбалка, потому что здесь водилась рыба. Можете не сомневаться. В тот день у берега было много лодок. Это была божественная встреча. Иисус говорит Симону, можно воспользоваться твоей лодкой? А что, если бы он спрашивал кого-то еще? Лука не упоминает людей, которые сказали, нет, это не лучший день для этого. Симон был доступен и был готов сделать что-то. Он ловил рыбу всю ночь, закончил свою рабочую смену и собирался домой, чтобы отдохнуть. И теперь неизвестный раввин хочет одолжить его лодку для презентации. Можете не сомневаться, ему прямо не терпелось услышать проповедь. Да, можешь воспользоваться моей лодкой. Четвертый стих. Когда же перестал учить, сказал Симону, отплыви на глубину и закиньте сети своей для лова. Теперь Иисус отправляет его куда-то. Сначала он хотел взять что-то у него, а теперь он отправляет его. Петр, отправляйся на глубину и закинь сети для лова. Хорошо. Иисус не приглашал других в лодку. Он не говорил, это чудесное время для ловли рыбы. Это была реакция на вклад Петра. Иногда мы хотим, чтобы Бог ответил нам, когда мы не ответили Богу. Это весьма просто. Следуя за Иисусом, вы получаете прирост в том, что Бог может сделать в вашей жизни. Мы не следуем совершенно. Это правда. Но мы создаем возможность для Бога. Петр, давай поплывем на глубину, и ты бросишь сеть. Иисус обращается к людям и сегодня. Если мы доступны и готовы сделать свой вклад. В пятом стихе Петр отвечает, мне он нравится. Я бы ответил так же. Он сказал, наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали. Спасибо за проповедь. Хорошее послание. Я выписал два-три пункта для себя. Оставлю лайки на твоей странице в Фейсбуке, и кто-то увидит сегодня. Возможно, ты не знал, но я всю ночь работал. Мы ловим ночью, потому что так продуктивнее. Он сказал, мы работали всю ночь и ничего не поймали. Сейчас не лучшее время для рыбалки. Будь благословен. У него были причины. У меня тоже бывают причины, из-за которых Божьи указания кажутся мне странными. Господи, я слышал, что ты сказал. Позволь объяснить, почему я прав. Я много раз излагал свою позицию Богу, говорил, что Он не понимает, как усердно я работал. И насколько маленьким был при этом плод. Если вы пытаетесь уговорить Бога, Согласиться с вами, тогда удачи. Когда я впадаю в отчаяние, то начинаю цитировать Ему Его слово. Словно Он его не помнит. Словно я хочу найти странный стих, на который Бог скажет, «А, я-то и забыл, что Он там был». Посмотрите на последнюю часть пятого стиха. Здесь все меняется. Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали. Но, по слову твоему, закину сеть. У Петра большой рот, и он не закрывается вовремя. Но у него уникальное сердце. Я сделаю то, о чем ты просил меня. Знаете, как это тяжело? У меня есть друг рыбак. Он любит рыбачить. Я не против рыбалки. Но он обожает рыбалку. Как-то он предложил мне порыбачить с ним, и я согласился. Я думал, что мы пойдем на нашу речку Стоун. И вот на следующей неделе он приезжает и говорит, «Я выделил три дня. Я пройду всю реку Стоун за три дня». А он говорит, «Нет, мы едем в залив. Мы ехали всю ночь, чтобы утром оказаться на воде». Ура! Слава Богу! Мы поехали на рыбалку, и когда мы подъезжали к зале его, то он не просил меня направлять его. Если бы я сказал моему другу «не незнакомцу». Наверное, нам стоит сделать так, то его уровень согласия равнялся бы нулю. У Петра в лодке был плотник, и плотник говорит профессиональному рыбаку, как ловить рыбу. Петр говорит, «Наставник, я усердно работал всю ночь. Будь благословен». Но, по слову твоему, больше никто не поплыл с Петром. Понимаете? Он уже почистил сети и сложил их. И тут он берет и снова спускает лодку на воду. Друзья говорят, что он делает. Неужели раввин решил прокатиться? Они видят, что Петр берет сети и говорят, «Да он с ума сошел». Думаю, Иаков и Иоанн уже насмехались над ним. Вы знаете эту историю. Шестой стих. «Сделав это, они поймали великое множество рыбы. И даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли и наполнили обе лодки, так что они начали тонуть. Два кризиса, они забрасывают сети, и в них набивается рыба. Они вытягивают сети, и сети начинают рваться. Это задача не для одного человека, и поэтому он подзывает Иакова, «Помоги!» И теперь они садятся в лодке, чтобы помочь другу. А когда они пришли и наполнили лодки рыбой, то лодки начали тонуть. Благословение с прорывающимися сетями и тонущими лодками. Дайте два. Когда я читаю Евангелие, я всегда представляю себя на месте толпы. Эта история дается мне сложнее. Я не знаю, работали ли они над тем, чтобы достать сети из воды, или просто были так заняты делом, что не обращали внимания. Возможно, среди них был и бухгалтер, который все просчитал и сказал, «Это чудесный день. Можно раввин поедет рыбачить с нами и завтра». Возможно, они понимали, что это было чудо и делали все с радостью. Я не уверен. Некоторые чудеса мне легче понять. Помните, когда Иисус накормил толпу с помощью обеда одного мальчика? Иисус сказал ученикам накормить толпу, а те сказали, что у них нет денег. Когда он спросил, «А что у вас есть? У нас есть обед одного мальчика». Иисус сказал, чтобы люди расселись, а потом взял еду, благословил ее и раздал ученикам, чтобы те раздали людям. Это чудо я представляю чуть лучше. Предположим, что я сказал всем, что накормлю вас обедом. У меня есть хэппи-мил. Картошка фри для всех, любителей здоровой пищи. Потерпите меня минутку. Люди на первом ряду надеются получить немного картошки. Ведь я стою здесь, а они рядом. Второй ряд может что-то ожидать, ведь может случиться так, что картошки дали чуть больше. Если вы на третьем или на четвертом ряду, то думаете, что это несусветная глупость. Но если я начну делиться еду и пройду четвертый ряд, и они получат картошку, и дойду до вас, то это означает, что у нас вечеринка. Как вы помните, в конце эту историю они собрали 12 корзин с остатками еды. А знаете, почему они сделали это? Не потому, что они переживали за окружающую среду. Я считаю, что они просто хотели узнать, сколько всего еды было на самом деле. Мне кажется, что они понимали, что происходит нечто невероятное. с лодкой все не так ясно. Я не совсем уверен, о чем они там вообще думали. Но я хорошо представляю себе Иисуса. Он сидит там же, где и сидел, когда учил. Он улыбается всю ночь, ловил рыбу Петя, да? Как думаете, Иисус смог так сказать? Ты здесь ловил всю ночь, да? В этом же месте. Ребята, Петя нужна помощь. Ваша лодка тонет? Хоу, благословение! Рвущиеся сети, топящие лодки, не говорите мне, что следуя за Иисусом. Ваша жизнь будет хуже. В восьмом стихе мы видим настоящие перемены. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Час назад Петр был таким же грешным, как и сейчас, просто он осознал. Иисус дает нам осознание. Мы остаемся теми же людьми в мире, но к нам приходит осознание. Мы начинаем смотреть на себя и на людей по-другому. И мы начинаем видеть Бога. «Отойди от меня, Господь». А Иисус по своей благодати и милости делает противоположное. Он не просто не уходит, но и просит его пойти за Ним. Давай проводить больше времени вместе. То, что, как мы считаем, отделяет нас от Бога, приближает нас к Нему. Наши неудачи, наша склонность к нечестию, мы не должны прятать их. Господь знает об этом. Если мы готовы следовать за Иисусом, Он поможет нам победить их. Это чудесное приглашение, меняющее жизни. Мне нравится 10 стих. И сказал Симону Иисус, не бойся отныне. Он дает точку. Петр, начал день рыбаком, который жил на озере и ловил рыбу по ночам, но отныне ты будешь ловить человеков. И вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. И три года они следовали за ним по Галилее, по долине Иордана и в Иерусалиме. Они следовали за ним на гору Преображения, на кладбище, где лежал Лазарь, на Илеонскую гору, в Гефсиманский сад, а когда ему нужны были друзья, они все разбежались. Но издали они наблюдали за крестом. А в утро воскресения они последовали за женщинами и побежали ко гробу. И в тот вечер они снова увидели Иисуса. Они вернулись в Галилею, сели в лодку, и там они встретили Иисуса, но не узнали Его, пока рыба не попала в сеть. Тогда Иоанн сказал, «Это же Господь!» Знаете, что Петр сделал в этот раз? Он прыгнул. Он сказал, «Ловите рыбу сами». И в тот раз Он дал им повеление, которое изменило их жизни. Друзья, величайшая честь быть частью Церкви Иисуса Христа, приготовить путь людям. Я знаю, что у нас есть работа, что мы пекари, механики и так далее, но не нужно стыдиться, отступать, отказываться. Мы народы Иисуса на земле, и это величайшая привилегия всей нашей жизни. Я служу в этой церкви уже более 30 лет. За это время я увидел, как церковь выросла с нескольких сотен людей до нескольких тысяч. Я открыл для себя, что дело вовсе не в размере церкви. Мы не призваны развлекать христиан или угождать христианам, которые приходят сюда каждую неделю, но мы живем в такое время, когда мы должны стоять плечом к плечу и превозносить имя Иисуса в наших сообществах. Я молюсь о том, чтобы Бог открыл ваше сердце и разум и показал вам, как вы можете вложить себя в Божье дело там, где Бог вас насадил. Дай нам мудрости продвигать служение Христу, вдохновлять тех, кто служит вместе с нами и приглашать других в Царство Божие. Спасибо за то, что ты будешь делать. Во имя Иисуса. Аминь. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью, поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборо, а также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Вы ищете прорывы в своей жизни? Хотите возрастать в отношениях с Духом Божьим? За ваше пожертвование мы вышлем вам новое учебное пособие пастора Аллен в Силе Духа. Пять частей данного пособия содержат в себе фундаментальные местописания, уроки и применимые к вашей жизни вопросы. За ваше пожертвование от 35 долларов и больше вы получите набор DVD в Силе Духа, на которых записаны пять полноценных проповедей, прилагаемых к пособию. Звоните нам или зайдите на наш сайт, чтобы заказать ваш экземпляр сегодня. Спасибо, что поддерживаете служение Аллена Джексона. Вместе мы изменим этот мир. Вы ищете прорывы в своей жизни? Хотите возрастать в отношениях с Духом Божьим? За ваше пожертвование мы вышлем вам новое учебное пособие пастора Аллена в Силе Духа. Пять частей данного пособия содержат в себе фундаментальные местописания, уроки и применимые к вашей жизни вопросы. За ваше пожертвование от 35 долларов и больше вы получите набор DVD в Силе Духа, на которых записаны пять полноценных проповедей, прилагаемых к пособию. Звоните нам или зайдите на наш сайт, чтобы заказать ваш экземпляр сегодня. Спасибо, что поддерживаете служение Аллена Джексона. Вместе мы изменим этот мир.